Добрый вечер! В районе в день смерти Сергея Чекмарева, известного поэта и общественного деятеля Башкортостана, состоялась встреча с делегацией писателей из Челябинской области. Депутаты утвердили исполнение бюджета района за 2016 год. Единороссы сажают деревья. Об этом и не только прямо сейчас. Глава администрации Хайбунского района Раил Ибрагимов сегодня принимает поздравления. Ему исполнилось 60 лет. В связи с этим в его адрес звучат очень много теплых и душевных поздравлений. Раил Хазмуратович родился и вырос в теле Большаябишева. Начал свою трудовую деятельность простым рабочим в совхозе Сакмар Хайбунского района. В 1980 году, окончив Башкирский сельскохозяйственный институт, продолжил трудовую деятельность главным экономистом. В последующие годы трудился в Башкирский сельхозхимии, в райкоме КПСС, в районной плановой комиссии, в комитете по управлению имущества. Также немало лет он проработал в управлении сельского хозяйства. Несколько лет своей жизни он отдал работе МУП «Землемер». Далее с 2011 года занимал должность заместителя главы администрации района. С сентября 2012 года Раил Ибрагимов занимает ответственную должность главы администрации района. За годы своей работы он немало сил, труда, забот и тревог вложил в создание уютного современного района, в укрепление и развитие промышленности и сельского хозяйства. За годы его работы в районе произошли немало значимых событий. Как открытие социальных и промышленных объектов, приняты меры по развитию инфраструктуры и организованы масштабные мероприятия. По словам коллег, свои плоды в работе он достигает благодаря природной смекалке, трудолюбию, упорству в достижении целей. Наша съемочная группа, в свою очередь, желает руководителю района и в дальнейшем энергии и сил на многие годы. Депутаты района утвердили исполнение бюджета муниципального района за 2016 год. В Большом зале администрации района прошло восьмое заседание совета четвертого созыва. В его работе приняли участие глава администрации муниципального района Раил Ибрагимов, его заместители, начальники отделов, руководители организации, предприятий и учреждений района, представители правоохранительных и надзорных органов. На повестку дня было вынесено три вопроса. Первым на рассмотрение депутатов был представлен отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год. Как было отмечено в ходе заседания совета, всего в целях качественного и полного осуществления расходных обязательств за год осуществлено три корректировок бюджета. В основном изменения в части плановых объемов поступления доходов. В результате доходы были увеличены почти на 144 миллионов рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям на 25,6%. За счет налоговых и неналоговых доходов увеличение плановых назначений составило на 3%. За год в бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 931 миллион 934 тысячи 100 рублей, или на 17 миллионов 599 тысяч рублей больше к плану. Мы выполнили обязательства и перед населением, и перед бюджетными учреждениями. Зарплата полностью объемом выплачена. Рост зарплаты составляет у нас 4% общим по району в бюджетных учреждениях. Образование на более 2%, культура тоже более 2%. У нас еще прочие учреждения есть, у них тоже. В основном в прошлом году зарплата была у прочего персонала. Доходы местного бюджета на душу населения. У нас на этот доход 9400. Она получается выше, чем в соседних районах. Также депутаты рассмотрели вопрос о перечне должностей муниципальной службы, замещающих советов и администрации муниципального района. Третьим на повестку дня был включен вопрос об изменении в решении совета об утверждении правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории района. Депутаты внимательно ослужили каждый в проект. По итогам заседания все они были приняты большинством голосов. Свою лепту в благое дело внесли и активисты партии «Единая Россия». Они не поленились взять в руки лопатой и посадить деревья. Этот субботник в центре Океара стал одним из первых акций приуроченных году экологии. Все вместе они посадили несколько десятков елей недалеко от районного дома культуры. Место для закладки лесопарка, по мнению участников «Зеленого субботника», выбрано удачное. Неподалеку находится социально значимый объект района. Поэтому строительство «Живой изгороди» здесь необходимо. Сегодня местное отделение партии «Единая Россия» уже в рамках года экологии активно принимает участие в посадке деревьев. Наша инициатива откликнулись молодогвардейцы, молодежный парламент. Сегодня будем сажать деревья. Дай бог, чтобы они выросли и украсили Акер. Вот ваша цель такова. 2017 год признан годом экологии, поэтому не только будем деревья сажать, но и планируем в будущем чистку реки Тоналык водоема. Все это будет совместно с молодой гвардией. Молодой гвардией будет участвовать партия, члены партии «Единая Россия», посвященные году экологии. Это все сделаем. Вот и погода сегодня дает нам добро. Добро. Дождик идет. Поэтому думаю, что эти посаженные нами деревья взойдут, будут украшать наш проспект. Участники акции не сомневаются. Все саженцы обязательно приживутся в Акерском черноземе, потому что посажены с любовью. Чтобы посадить дерево, обладать специальными знаниями не нужно. Главное – влажная почва, вырытая на достаточную глубину лунка и полив саженца в конце посадки. Учитывая количество добровольцев, заложить парк участникам субботника не составило труда. Это моя родная село. Я здесь взялась. Я хочу, чтобы он был чистым, красивым. Из-за этого я вышла на эту акцию, чтобы поддержать. Кстати, местное отделение «Единой России» объявляет месячных по приему граждан в ряды партии. Членами партии могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. По вопросам вступления в партию необходимо обратиться в общественные приемные, которые находятся в здании управления образования. Вначале я буду жить, любить, а потом уже писать о жизни и любви. Первую половину жизни буду писать для себя, вторую – для всех. Так думал в свое время молодой, полон амбиций поэт Сергей Иванович Чекмарев. Человек, успевший столь талантливо раскрыться до 23 лет, наверняка занял бы видное место в советской литературе или журналистике. Но не было ему дано второй половины жизни. Но вторая жизнь оказалась под стать первой. Далее подробнее. 31 декабря 1909 года, более 100 лет назад, в Москве в семье зубного техника Ивана Чекмарева родился первенец, названный Сергеем. Если бы хоть кто-то тогда знал, что младенцу отмерен очень короткий срок. Но он сумел распорядиться своей жизнью так, что спустя век после его смерти известный историк-краевед Хайбунского района высказался так. На свете есть Москва существует и талантлив. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. 11 мая в день смерти Сергея Чекмарева в район приехала делегация из Челябинской области во главе с поэтом Виктором Бабкиным. В край, где в далекие 30-е годы Сергей Чекмарев, молодой московский парень, проводит три весны, избравший профессию зоотехника. Нам очень хотелось побывать здесь, в районе второй уральской весны поэта. Это вообще удивительное место, Хайбуллинский район. Здесь он по-настоящему познал себя в своей профессии. И здесь он созрел до того, чтобы написать свое знаменитое размышление на станции Карталы. Он стал одним из любимых поэтов поколения шестидесятников. Человек из поколения отцов. Оказался близок и понятен тем, кто мечтал вернуться к Ленину, построить социализм с человеческим лицом. Люди искусства, в частности представители литературы, поэты, являются действительно носителями взглядов народа, ценностей эпохи. Таким был, конечно, Сергей Чекмарев. Такими по мере наших сил стараемся и мы быть. И сегодня очень хорошо, что мы снова поднимаем его имя. Непролетарское происхождение не помешает ему стать сознательным строителем новой жизни. Хотя сложности в самореализации принесет достаточно. Окончание школы девятилетки, три года попыток выступить в МВТУ и МГУ. Ни инженеры, ни математики Чекмарева не принимали. Хотя экзамены он сдавал на отлично. Демонстрировал незаурядные математические способности. И потому в 1929 году ему пришлось ехать в Воронеж, где в сельхозинституте был принят дополнительную группу бесправно обижите и стипендию. Но Сергей был безмерно рад. Кроме учебы Чекмарев работал пропагандистом-агитатором за колхозный стро в деревнях вокруг города, за что его несколько раз ловили в темных углах и избивали. Вышло так, что, не доучившись в Воронеже, Чекмарев вернулся в Москву, где был зачислен в мясомолочный институт. С дипломом зоотехника весной в 1932 года его направляют на работу в один из первых совхозов Башкирии – Таналэкске, что был создан в сентябре 1930 года в Хайбунской степи. Положение в хозяйстве было тяжелым. Низкая продуктивность скота, бескормица, повальные болезни животных. Все эти проблемы легли в том числе и на плечи нового специалиста. Работа на фермах занимала у парня все время. Ее надавал все силы без остатка, но не забывал я по этическому своем призвании. За годы работы в Таналэкском совхозе им было исписано несколько тетрадей стихов, большая часть которых посвящена любимой женщине Антонине – подруге из московской жизни. В совхозе никого и ничего нет, таричелева пустота. Так коротко определяет он обстановку в одном из писем. Сергей ее трезво оценивает, но никакого уныния или сожаления мы не найдем его в посланиях в Москву. Он весь наполнен радостным ощущением жизни и верой в свои силы. Работа мне нравится. Глупо были люди, которые жалели меня в Москве. Вот сказать, человек окончил вуз, получил высшее образование, и, пожалуйста, едет в глушь, в деревню, в степь, в плудики и места, да еще на постоянную работу. Что же вот я в глуши и в степи на постоянной работе и очень доволен? Почему? Работать в Москве – это 6 часов ежедневно сидеть в каменной коробке, что-то писать и считать и чертить. Это нудно. Работать здесь – это значит носиться верхом на лошади, организовывать работу в гуртах, управлять совхозом. Это трудно, но лучше трудно, чем нудно. Так я считаю. По следам поэта «Зоотехника» экспедиция прошла и по селам его работы. Это село Подольск и Макан. Первым пунктом остановки была площадка у памятника в центре села Подольск Сергею Ивановичу Чекмареву, первому «Зоотехнику» совхоза Тоналыхский, жителю города Москвы. Здесь делегацию из Челябинска тепло встретили глава Тоналыхского сельского совета Алик Юзеев, заместитель главы администрации муниципального района Минзаля Баймурзина, а также Кадим Аралбаев. Народный поэт Башкортостана, лауреат премии имени Сергея Чекмарева, учрежденный в Башкирии в 80-х годах прошлого века Тоналыхским совхозом. Сергей Чекмаревтың ижадымынен мен Олған Буаттың хикян сейлдарында таныша башланын. Сөнки беден Хайбылар айының таналық совхозы, онда әшілеген Сергей Чекмарев, ұшы исімдегі премия бұлдырды. Шынан енді біна премия бұлдырлғас, ұшы ист وال COVID-мен啊 үш үші іссімдегі төрindestуындай бұлдырлғасы, ұшатын дейлікті ұなんか үші, ұшы истиралғын сейлді. Далее гостей проводили в местную школу имени Сергея Чекмарева. Учителя и учащиеся средней школы села Подольск рассказали о жизненном и творческом пути поэта, проживавшего в их селе. И вот я вытаскиваю бумагу, я карандаш в руках верчу, подобно египетскому магу знаки таинственные черчу. Чем сидеть у подобия с полену или по залу в тоске бродить, быть может, огненную поэму удастся мне сейчас родить. Не остались долгой и гости, рассказавшие о цели своей поездки и прочитавшие стихи своей и Чекмарева. Там, за излукой, на берегу, тоже, наверное, не первый век, оберегая свою реку, родственной кровью мне человек. Единым духом были наполнены сердца участников этой встречи, возложивших к подножию обелиска венки от делегаций из Челябинска. Следующим пунктом встречи был сельский дом культуры села Макан, где в свое время начал трудовую деятельность Сергей Иванович Чекмарев. Большой зал был забит до отказа жителями села разного возраста. Далее встреча продолжилась в Хайбунском историко-краеведческом музее и в районном доме культуры, где были организованы выставки Сергея Чекмарева. В нашем музее открылась выставка «Память о творческой душе», посвященная жизни и творчеству Сергея Чекмарева. Потому что мы знаем, что в 1932 году, после окончания института, молодой специалист, зоотехник, приехал в наш край. Наша цель, наши поездки, сегодняшняя дата – это 11 мая, когда умер Сергей Чекмарев в 1933 году. И поэтому к этой дате мы решили съездить, посмотреть, где по его местам, которые он посещал. Сергей Чекмарев обладал удивительным единством в жизни и поэзии. Кажется, он думал и чувствовал стихами. Он умел разговаривать не только с живыми, конкретными людьми, но и с неодушевленными предметами. Животными, например, с вьюгой, бураном, трамваем, поездом со своим демидым. Сергей Гантлевский, известный русский поэт, в одной из своих книг заметил. Все эти губернские областные и районные центры для большинства москвичей так и останутся ничего ни уму, ни сердцу не говорящими, административно-территориальными единицами. Пока не найдется талантливый человек, который привяжется к какой-нибудь дыре и замолвит за нее слово. Тогда на культурной карте появится новая местность, напоминая нам, что всюду жизнь. Вот таким талантливым летописцем оказался и Сергей Чекмарев. Лучшие стихи были написаны им в республике Башхатустан. Недаром ему там было поставлено целых четыре памятника в каждом районе, где он работал. Этот край буквально оживал в его строчках. Не надо сердиться, ветер! Ты знаешь, что мир велик. Не только Москва на свете, существует и Тоналык. Ну что ж, и здесь неплохо, по жилам струится труд. Если велит эпоха, я буду работать тут. Имя Сергея Чекмарева широко известно по всей стране. Но особенно дорого оно для жителей Хайбурнского района, считающими поэта своим земляком. Так как именно здесь он нашел то, чего всю жизнь искал. Сегодня во всем мире отмечается Международный день медицинских сестер. Младший персонал, наряду с врачами, вносит весомый вклад в спасение и укрепление здоровья населения. 40 лет назад, выбрав эту непростую профессию, героиня нашего следующего сюжета по сей день на страже здоровья маленьких пациентов. О простых истинных непростой профессии Райсы Кунцуваковой в нашем следующем сюжете. Наши маленькие пациенты хоть и плачут, когда мы им делаем уколы, но потом они с благодарностью нас вспоминают. Иногда рисунки дарят вот такие. Стены кабинета Райсы Батыровны украшают детские рисунки. После выздоровления благодарные юные пациенты дарят их своей сестре милосердие. Райся Батыровна ставит мне капельницы. Она добрый человек, заботливый. Я думаю, что работа врачей и сестр очень тяжелая. Они спасают жизнь, лечат людей. Скучать в детском отделении не приходится, за что и влюблена в свою работу Райса Кунцувакова. Она признается, что общение с маленькими больными – одно удовольствие. С детства, наверное, я любила перевязывать почему-то, когда кто-нибудь, кто там порежется или что-то, куклу там перевязывала. Ну, с этого и пошло. В 77-м поступила, в 80-м закончила. Работала там, в детской республиканской больнице. Потом вышла замуж, вернулась домой обратно в 84-м. Вот, в этом отделении работаю по сей день. Дети больше других нуждаются в заботе и уходе. Этим маленьким пациентам повезло с их медсестрой. Они пока не могут оценить, насколько, и чаще плачут при везде ее, вспоминая уколы. Но в конце лечения уезжают домой с улыбкой на лице. А это, говорит Райса Абатыревна, лучшая награда за ее непростой и, в прямом смысле, жизненно важный труд. Уже 33 года ее рабочий день начинается и заканчивается здесь, в детском отделении Аккиарской центральной больницы. За все эти годы ни одного нарекания. Райса Абатыревна у нас работает с 84-го года. Она к нам пришла процедурной медсестрой. С тех пор она показывала себя только с хорошей стороны. И с 1999 года она у нас старшей сестрой работает в отделении. Система, внутривенный укол. Детьми же очень трудно, сами знаете, они и плачут. Но, мне кажется, лучше детям делать, чем взрослым. Не знаю, почему-то я к ним привыкла. Достаточно трудно очертить круг обязанностей медицинской сестры. Работа в детских отделениях требует особой любви к профессии, к маленьким пациентам. Здесь нужно не только иметь доброту, но также должно быть и терпение, потому что дети, они и есть дети. К ним нужен особый подход. Поэтому, помимо профессиональных качеств, здесь необходимы и человеческие. В первую очередь надо любить детей, наверное, их понимать. Терпение в первую очередь надо, наверное, потому что без этого никак в детском отделении невозможно работать. Но и надо же еще психологом быть, потому что надо работать не только с этим маленьким пациентом, но и со взрослыми мамашами, с бабушками. Иногда приходится работать с дедушками, ко всем надо найти подход. Но у нас Раиса Батыровна с этим очень хорошо справляется. В отделении дети в среднем проводят неделю. Раиса Батыровна говорит, за это время успевает к ним привыкнуть так, что кажется все родные. Кстати, сама она мама двоих детей и даже бабушка. Но тепла и заботы у нее хватает на всех. Уходить из своей профессии, как из детского отделения, который за десятки лет стал родным, пока не собирается. Ведь впереди у нее еще сотни спасенных жизней и благодарных семей. А это дорого. Фаниля Баширова, Ильгам Хусайинов, Ильнур Крымгожин, Служба новостей. Это была последняя информация на сегодня. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнали Симон.